Привет! Сегодня я решил записать всего лишь один единственный свой влог, так как я начинал уже записывать очень давно, много лет назад. Но сегодня я вам хочу рассказать о своей жизни вахтовика, как устроена моя жизнь. Я никогда не работал вахтовиком, я даже не обучался нигде на нефтянке, я не закачивал какой-то специальный институт, я не занимаюсь газовым промыслом добычи нефти и газа, я просто специалист в области информационных технологий. И когда я сюда устроился, я не мог найти совершенно никакой информации, как вообще жизнь устроена вахтовым методом. Где-то пишут в интернете, что это замечательно, что это классно, у кого-то отличная ностальгия, кто-то работает где-то в Янау и в настоящее время, кто-то из-за денег приходит для кого-то, но это просто замечательное время, когда твои годы уходят, а ты живешь там где-то в центре России или в каком-то городе-миллионнике, а ты, ну, именно работаешь в том месте, где у тебя, ну, проходит твоя жизнь, твоя семья и некоторые вахтовым методом уезжают, ну, именно надолго, да, там, то есть заводят семью, детей, но там, где я сейчас нахожусь, это просто находится совершенно в тайге, где меня окружает только лес, тундра, медведи, лисицы и какие-то животные. К сожалению, их вот показывать вряд ли получится, хотя, может, при каком-то удобном случае вообще, ну, как бы, здесь запрещено в этом отношении. Сегодня я хотел вас познакомить, ну, не только с жизнью, но вахтовика, потому что где-то я читал историю, что вахтовик, когда возвращается с вахты, его дома ждет жена, а вахтовик просто месяц, пока на межвахте находится, он бухает. И что вообще происходит с ним, какие нюансы поджидает, что это за работа, стоит ли идти туда, стоит ли это тех денег, воспоминаний и вообще будущего, что это за опыт такой, я вам покажу, ну, значит, одежду, как мы одеваемся, ведем образ жизни, но это, наверное, сейчас в один влог это все не войдет, как выглядит зимняя одежда, а ну, какие выплаты, зарплаты, ну, это все такое вкратце, и я надеюсь, что вам это будет интересно, жизнь влогера, она непростая. У нас зимний период времени, и у меня зимняя одежда, но на мне находится летняя обычная спецовка, вот она здесь снизу, можно посмотреть, как она выглядит, шарф я привез свой из дома, но он уже такой старый, но горло немножко закрывает, вот такая вот спецовочка, вот синенькая, синенькая с оранжевыми какими-то, и вот рукава у меня блестящие, то есть когда фары машин светят, соответственно, у меня эти рукава прикрывают. Вот по карманам, вот здесь для рации можно положить сотовый телефон, наверное, не войдет, вот здесь вот такой обычный карман, туда все входит, и даже отвертка подходит, туда можно вложить. Здесь у меня есть еще один нагрудный карман, и, значит, у нас, ну, вот со стороны как-то оно, как-то вот так выглядит, закидки можно остегнуть, и вот внутри у нас есть еще один такой замок, карман. Этот карман я, правда, не использую, но туда можно спрятать телефон или ключи. Здесь вот есть замочки, можно затягивать. Вот, а пока по первому влогу этого все достаточно, поэтому по штанам только если... Ну и вот у меня вот идут обыкновенные, и тоже с отражающими способностями, ну, в таких штанах по городу не похожи, чистая штаны раба, ну, или раба, ну, короче, я раб. Ну, как-то так вот. Довольно-таки, в принципе, и у нас стильно смотрится, на мой взгляд, поэтому я буду надеяться, что вам понравился. Это мой влог первый, поэтому обязательно подписывайтесь, поставьте мне лайк, ну, чтобы я мог понять, вообще, стоит ли записывать второй влог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!